А в соседнем Иране на этой неделе прошли президентские выборы. Первый тур победителя не выявил. Все решится во втором, 5 июля. Претендента 2, консерватор Саид Джалили и реформист Масуд Пезишкиан. В сложном узоре персидской политики наш специальный корреспондент попытался разглядеть что-то. Ковры как самое знаменитое достояние Древней Персии. Конечно, визитная карточка современного Ирана. Вот покажу прекрасный экземпляр ручного ковра от качества. Замечательный топовый ковер. Это соткано в одной из самых именитых мастерских в Иране. У этого ковра свыше миллиона узлов на квадратный метр. Это вручную ковра? Вручную, да. При производстве такого ковра задействованы три мастера. Откуда где-то порядка двух лет минимум. Цены на хороший ковер, как, например, этот шелковый, начинаются от 7 миллионов, если в рублях. Есть и по миллиарду. Потолка нет. Ценность не только в титаническом труде, натуральных материалах, но и в узоре. Настоящий мастер его никогда не повторяет. И узор этот, как книгу нужно читать. Да, мы всегда понимали, что нам говорит ковер. Что хотели передать, что в душе искали люди, соткавшие его в той или иной местности. В тегеранских коврах, пожалуй, наиболее часто встречающимся рисунком является древо жизни. Оно олицетворяет взаимосвязь всех частиц бытия. Я могу выделить четыре основных орнамента. Конечно, их значительно больше. Но вот четыре – это гумбат, овшан, хешти и медальон. Медальон, вот, например, орнамент с медальоном, такой типичный, также расшифровывается как всевидящее око Всевышнего. Этот святой для мусульман символ – самый главный наблюдатель на выборах. В школах и мечетях ока Всевышнего на стенах. На выборах, как на праздник, традиция не только русская, но и иранская. Сыграть на выборах свадьбу – хорошая примета к удаче и богатству. Ну и, конечно, голосование в труднодоступных местах. Куда уж без них в этой стране миллионы кочевников. Мы, жители этой деревни, живем далеко и всегда на работе. Но все равно и в этом году я могу участвовать в выборах. Наш выбор – это победа над врагами нашей страны. Пусть знают, что мы останемся верны истокам нашей революции. Процесс внешне во многом привычный для любого европейца. Те же столы с членами комиссии, те же пластиковые урны. Но и яркие различия имеются. Мальчики направо, девочки налево. Таинство выбора, как и религиозный обряд, в этой стране – процедура раздельная. И подделка подписей тут исключена. В Иране ведь не только сердцем голосуют, но и пальцем. Ну а заголовки западных СМИ традиционно твердят. Выбор – фальшивка, а власть узурпирована. При этом сами иранцы свою страну считают самой демократической на Ближнем Востоке. Тот, как с персидским ковром. Чтобы оценить узор, надо вначале понять, о чем он. Ну или хотя бы захотеть понять. Вот и на ковре власти каждый элемент в орнаменте – часть единого сюжета. Избиратели на вершине композиции. Они определяют состав Совета экспертов сроком на 8 лет. Это специальный государственный орган. 88 мудштадихов – исламские богословы-правоведы. Им выбирать, кто станет духовным лидером страны. Рахбаром или факихом по-персидски. Срок полномочий у него не определен, но при этом эксперты могут снять его в любой момент. Народ избирает и президента республики. На 4 года без права второго срока подряд. Он, по сути, председатель правительства. Второй человек в стране после духовного лидера. Отвечает за бюджеты, центральные банки, но при этом сам под жестким контролем. Иранский ковер с авризорами. И несведущий человек совершенно не может понять, что к чему. Каждый элемент создает логическое завершение какого-то образа. И в этом образе есть смысл. Изначально на пост президента на этих выборах претендовало аж 20 кандидатов. За считанные дни до выборов их осталось шестеро. Пятеро консерваторов. И один кандидат из лагеря реформаторов. Масуд Пизишкиан, кардиохирург, в начале нулевых работал министром здравоохранения. У него, как и у верховного лидера, хаминьи, азербайджанские корни. Это самая крупная этническая группа в Иране. После коренной персидской азербайджанцев в этой стране проживает около 40% от всех жителей. Это чуть больше 30 миллионов. В самом Азербайджане население в три раза меньше. Как политик Пизишкиан известен своей прозападной позицией. Он выступает за борьбу с хиджабами. А еще за выполнение условий Вашингтона для снятия санкций с Ирана. Я обещаю прекратить несправедливость по отношению к нашим дочерям, сестрам и матерям на улицах. Я остановлю беспредел полиции нравов. У нас нет иного выбора, кроме как наладить наши связи с внешним миром. За всю историю ни одна страна не смогла добиться роста, закрыв границы, действуя самостоятельно. Ко второму туру выборов подошел он и его главный конкурент, консерватор Саид Джалили. За следующие пять лет мы должны достичь уровня, которого заслуживает суверенная иранская нация. Мы здесь говорим об огромном скачке и мире возможностей. И это не просто лозунг. Мы верим в это каждой клеточкой своего тела. Доктор философии Джалили служил в корпусе стражей исламской революции во время Ирано-Иракской войны. Был главой администрации духовного лидера Ирана. А в последние годы он секретарь высшего совета нацбезопасности. Он намерен продолжать политику укрепления, суверенитета страны в регионе и сближение Исламской Республики с Китаем и Россией. В этих краях знают с глубокой древности персидский ковер самый ценный подарок дорогому гостю. Как раз такое ровно два года назад Владимиру Путину вручили во время его визита в Иран. Выбирать подарок от имени высшего руководства Исламской Республики поручили местному знатоку Амиру Ганбарини. Я постарался подойти к вопросу серьезно, чтобы подарок пришелся ему по душе. Надеюсь, что ковер ему понравился. Своим визитом в Иран он оказал нам большую честь. Господин Путин, помимо всего прочего, еще очень большой ценитель искусства. Те, кто любит искусство, хорошие люди. Три на два метра в зеленых и золотисто-желтых тонах. Зеленый цвет означает процветание, гармонию, здоровье и рост. Золотой цвет солнца и радости жизни. Он использовался в коврах для королевских особ и знатных семей. На сознание такого мастеру нужно несколько лет. В нем почти 10 миллионов узелков. В терпении иранцы толк знают. В своем политическом ковре последний узел они завяжут 5 июля во время второго тура выборов. В Иране выборы демократичные. И мы сегодня с вами говорим о том, что ну вот или этот победит, или этот. Так было, когда все ставили вот или на этого, или на того. Это было в 2005 году. Никто не ставит вопрос изменений политической системы. Даже им в голову такое не придет. Поскольку любой политик, который переходит эти красные черты, которые есть в политической системе Ирана, то совершенно точно, что на самых дальних подступах эта угроза политической системе будет выявлена и нивелирована. И система изолирует этого политика. Кем бы он ни был, даже президентом. Кто бы не занял президентское кресло, многие задачи для этого человека уже определены. Например, договор о всеобъемлющем сотрудничестве с Россией. О нем еще в 2022 году Владимир Путин и Ибрахим Раиси договорились на полях саммита ШОС в Самарканде. Проект согласовали уже в апреле этого года. Но подписать не успели. Через месяц Раиси погиб в авиакатастрофе. Подписывать документ будет уже новый президент. Явка на эти выборы получилась самой низкой в истории. Всего 40%. Но не потому, что людям все равно. А потому, что они уверены, кардинальных перемен в худшую сторону их власть не допустит. Клип Стерхов, Ольга Соловьева, Денис Алиевский, Николай Савчин и Леонид Шаталов. Программа «Вместе». Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.